Я сходила в душ, хочу немножечко вам свой уход рассказать. В общем, как вы все знаете, что кератин делать мне нельзя, а волосы у меня уже все. В последний раз я делала кератин в декабре, и мне хочется как можно дольше сохранить этот эффект. Конечно, он уже весь выбылся, но я очень долго искала и читала про разные средства, которые, во-первых, убирают эту пушистость, пористость, и плюс еще, чтобы это была термозащита. Я покупала и в масс-маркетах в Магнит Косметик, и на ВБ заказывала. Я очень знаю, что есть вот такая вот линейка марка Крыма. Мне очень многие, кстати, ее советовали, про нее рассказывали. У нее очень классный состав натуральный, там шалфей, пшеница, экстракт пиона, в общем, без парабенов, без сульфатов. В общем, я решила заказать, попробовать, попользуюсь несколько дней и расскажу вам об эффекте. Это несмываемая эссенция. Она служит как для гладкости и сияния волос, питания, увлажнения, так и служит термозащитой для фена и защитой от солнца. Потому что сейчас у нас лето, на юге солнце мощное, тем более мы были на море, с моря приехали волосы ужасные, я с собой ничего не говорила. Поедем, наверное, еще раз на море. Поэтому вот, решила я попробовать. У нее кремовая текстура, хватает немножечко, расход очень экономичный, буквально вот я чуть-чуть. Нету такого, знаете, резкого запаха, но вот это дело все в руках растираем и наносим на волосы. На влажные, не на мокрые, а на влажные. Также можно, чтобы добиться более сильного эффекта при укладке, можно это дело на сухие волосы носить. Вот, кстати, много отзывов я читала, что даже укладывают волосы вот с этой эссенцией. От корней мы немножко отступаем, но это, очевидно, непонятно, что корни мы не замазываем, ничем мы никогда все это дело нанесли. И сейчас я вам покажу, посушу и покажу эффект. Спасибо. Спасибо. Посмотреть, кератин я делала в декабре. Насколько она классно выравнивает волосы, они прям реально блестят. По последнему видео, я думаю, было понятно, что моему кератину пришел полный капец, потому что, ну все, волосы высыхали уже кучерявые. А тут смотрите, какой классный эффект. И это без салонных процедур. Конечно, можно на брашинг это все дело сушить, укладывать, как вы хотите. Ну, я просто вот так на расческу сушу и получается вот так вот очень даже красиво. Волосы блестят, они защищены. В общем, попользуюсь я еще несколько дней, пару дней. И потом вам дам обязательно ссылочку и поделюсь. Где я такое заказывала? Добрый день. Всем привет. Девчонки все нарядились. Они сейчас едут в Услабинск, в парикмахерскую. У меня так сердце бьется, я не знаю почему. Подстригут совсем немножко. Купят, Настя сказала, где-то она знает, где там каникулон продают. И попробуют только Томи заплески. У нас зрительница одна написала, что они с косами приехали и их заставили расплетать, потому что нельзя. Да, да, Нилая. Нила, что-то ничего не поняла, что она сказала. Так, ладненько. Так, отец, приготовь, пожалуйста, планшет Сашин. А что с телефонами, с часами? Они заряжаются. А, ну хорошо. Сейчас, в нем цель, посмотрю, за три сними идут. Угу. За одни, ты знаешь, не поймешь. Хе-хе-хе-хе-хе. Ну-ка, не поднимай. О, они одинаковые поедут. Маленько, я не поймешь. Там девчоночки сидят. Олешенька, ты поедешь? Нет, нет. Ну ладно. Привет. О, Леночка, мне картошки начистила. Я приготовлю пюре. Немножко так оставлю. Ну, а сколько получится, пока никого не будет, я хочу эти вареники налепить. А также пюре приготовлю. У меня есть там эти, как они, типа ежиков что-то. Подливку сделаю. Ну, хорошо, хорошо. Надо было порезать. Мам, вкусно вкусно. Вкусно. А, мам, мам, не плачь. Хомячки. Квасы. Горох не твой? Одинаковый. Горох не твой. Так, ну, ладненько. А вы папке будете помогать? Мы на его машине, получается, поедем. Ну, хорошо. А если ты что-то там хотел? С клубникой еще, да, сказал? С малиной. А, с малиной? А я Кешу ищу. А Кеша нету тут? Да. Кеша, ты где? Ой, надо это сменить уже. Нету. Там он там. Вот здесь он сидит на батарее. На батарее он сидит. Да, он там спрятался где-то. Ну, ладно. Ну, абсолютно, я сидела на побольше. Нету, маму, на батарее. Там, если что-то, батарея есть. Ну, хорошо. На батарее. У нас кондиционеры нигде не выключаются, потому что жарко. Да, жарко. Ну. Я сегодня чуть не проспала. Вчера легла вместе с детьми. Думаю, ну, встану часов в 6-7. Какой там? Без 15-8 кто и так проснулась? Быстренько побежала сразу видео оформлять. А то я думала проснусь пораньше. Папочка, закрой. Сколько у него коробок. Наверху там. Вы знаете, дочь, иди сюда. У нас, получается, Настя видео на канал на свой не снимала. И мы даже не подумали о том, что она может что-то там заработать. Райфайзинг-банк не убрали. И у нее 50 процентов, она там кое-как 100 долларов нагребла, и у нее 50 долларов забрали. Но мы реально, она же не снимает ничего на канал. Мы даже не ожидали. Даже ничего не сделали. Поэтому, если у вас есть каналы, и вы думаете, что вы ничего не заработали, все равно что-нибудь сделаете. Потому что люди все равно смотрят старые видео, наверное, за это накапало. Да, а мы даже вообще, ну, внимание, отец сегодня залез посмотреть. А там все, 100 долларов было, 50 забрали, 4. Еще, тем более, там курс очень маленький на Райфайзинг-банк. 50 рублей, по-моему, да, пап? Угу. А 100 долларов? Райфайзинг-банк, конечно, он удобный. Вот Ирина им пользуется. Очень-очень много людей. Папа, папа. А, Тинькофф? Папа. А, да, Тинькофф. Ну, вот у нас на Райфайзинге такая получилась. А 100 долларов? А 100 рублей? Нет. А можно нажать на курс? Да, где-то 80 с лишним, наверное, сейчас. Может быть, 5 рублей сейчас стоят? Ну, он больше, но они вот поэтому работают. Поэтому, ну, 4 тысячи все равно заработало. Ну, все равно обидно. 50 процентов забрали. Ну, дырочки. Ну, все, вы готовы? Очень-очень, дырка. Покрывало стираю. Тоже так часто. Мне кажется, дети грязными ногами лазят. Поэтому я без конца их стираю. Ну, все равно, знаете, лето же все-таки. Дети босиком бегают. Сейчас хорошо. Сейчас больше половины сушу в этом. Сушилки. Удобно. Я все, что мы на море брали, все перестирала практически. Девчонки отобедают. Помыло называется все это. Не нравится мне это средство. Что-то я не подумала, не надо было им. Видите, что все творится? Пол я тут отмывала тоже, все забрызгала. Не знаю, как теперь это все отмывать. Готова у меня картошка. Подливка. Этих, правда, ежиков мало было совсем. Ну, ничего страшного. Картошки у меня котлетки. Да, это ежики. Поэтому немножко совсем. Сейчас у меня картошка остынет и... О, пока вспомнил. Закуском. Десерт. Ирина вчера купила. Ну, какой папка хоть черт поедет. О, муха опять залетела. Сегодня Софийка проснулась. Я встала без 15.8. Только успела видео там все оформить. И Софийка встала. Потому что муха ее достала. Вот залетит одна, блин. Это, наверное, папка. Он в 5 утра встал. Тогда что-то ходил, ходил, ходил. Муху домой запустил. Все, и Софийка... Я просто ходил в гости. И потом Настю, она пошла, разбудила. А Настя уже полчаса. Рота, подъем! Алина, ты там возмущалась, ругалась, да? Спасибо. Кто меня будет так рано? Я привыкла в 12 вставать. Даже Ирина, Ирина тоже, как Алина. Они спят, они даже не слышат, как мы ходим тут, разговариваем, орем. Да, по муху я слышала, когда вы уезжали. Я слышала. Ползают по мне. Ну, сейчас, как херство. Раз, два, три, штук десять, наполовая. А потому что двери мы туда-сюда открывали, когда выезжали. Алина сегодня у нас уезжает. Она с подружками, их 3 или 4, да? Сколько, поскольку? Должны было 5, да, где-то ехать. Ну, работают девчонки. И они собирались сначала. Ну, что я за тебя рассказывала? На водопады. Сначала на море. Потом на водопады. Потом на море. Сейчас в Сочи. Да, решили в Сочи. Они все ждут Алину. Когда Алина приедет, все разрулит, куда что поедут. Я говорю, ну, вы забронировали хотя бы? Мы сегодня искали, мы в четверг уезжаем тоже на море. Так мы капец. Я все утро шерстила, где бы нам найти нас много. Они там, ну, есть там на 4 человека, ну, есть там на 5. А нас 8, если Софийка, нас 9. Мы кое-как нашли, куда. Даже в нашей Оке нету мест. Уже? Нету. И что вы пришли, куда? А вот, потом расскажем. Потом вы пришли? Потом, да. Потом. Я говорю, поехали с нами, Алина, нет, я с подружками договорилась. Они бы, может, позже поехали, но Лена уезжает тоже к бабушке. Да, 1 августа. Да, поэтому они сейчас едут, то, что Лена едет. А потом Алина приедет к 1 августа, уже и крысука привезет. Крысука уже на весь август к нам. Надо было видеть, у нас крысы ротатуй. И не подошла бы. Да, ну, неинтересно. Я бы назвала свою крысу так. В общем, они еще решают. Я говорю, Алина, сними, она... Я вам фоточки пришлю, чтоб вы обзавидовались. Я говорю, ты нам видео сними, чтоб мы обзавидовались. Ну, она обещала вроде как. Ну, не так, что 2 секунды, 5 секунд. Они умеют снимать по несколько секунд. Алина, Настя, сегодня тоже поехала, девчонок там подстригать будут. А на фоточке прислала? Не знаю, я говорю, ну, пусть сами там. Они вот так, как Настя. Я говорю, даже не смейте мне так подстригаться прям по плечи. А уже подстригаться некуда. Прибью их нафиг всех. Я говорю, как потом на танцы будете ходить, как заплетаться? А, ну да. Ну, Настя говорю, доча, снимайте все подряд. Я снимаю все подряд. Ну, и зрителям нравится смотреть. И ты, не 5 секунд. Похвастайся хоть, как вы на Сочи поедете. Если места еще будут. Ну, ничего, на берегу морюшка палатку разложим, будем спать. Да, кстати, Настя говорит, я звоню, мест нет, мест нет, мест нет. Настя говорит, ну, где-то есть такие, что палатки выдают. Я говорю, ага, я еще с детьми с маленькими в палатке не жила. А почему бы нет? Поход? Ну, у нас и так, вон, зрители писали. Живете там, даже руки негде помыть, антисанитария. Там есть, и руки помыть в душе, там 5 или 6, да, этих. В туалете, все чистенько. Ну, на всякий случай шампунь и в море. У нас в петельской речке даже полностью улетелись. Ну, голову и тело. Баня какая-то. Чтобы баню не топить, наверное, да? Полоснулись и уехали. Ну, вот и нам тоже с ними. Будете на берегу моря жить, такие, в море пошли помылись. Ну, да. Ну, может быть, осенью съесть. Мы ездим в Сочи. Уже не так много будет отдыхающих. Чисто так, вот не на море, а вот просто. Можно тоже съездить, отдохнуть. Почему нет? Посмотреть тоже Красную Поляну и все остальное. Здесь возить на каникулах. Ой, вы знаете, не могу разговаривать. У меня зуб треснул, и язык мне режет. Коронку? А, ну, откуда у меня нету коронок? Поставить. А, так это надо зубами заниматься. А мне когда? Я то кушать готовлю, то по магазинам езжу, то на море. Когда зубами заниматься? Деловая вся. Ой, блин, язык режет. Так ты не пихай, Татьяна. Молча буду снимать теперь видео. Тесто я замесила одну порцию. Эту я замесила на холодной воде. Но если мне не хватит, картошки у меня много. Следующее хочу на кипятке завести. Ну, пока буду лепить вот на этом. Тесто обычное. Здесь яйцо положила этот раз, обычно не ложу. Соль, вода холодная и мука. Вот. Сейчас буду лепить. Надеюсь, успеваю. Буквально на секундочку в комментарии. И хочу сказать огромное спасибо зрителям, которые нас поддерживают. Которые понимают, что ну, как можем, так и отдыхаем. Ну, как можем, так и живем. Ну, я не могу перепрыгнуть через себя. Да, мы из Тюхтета, там и деревенские. Ну, как? Я люблю смотреть тоже иногда, вы знаете, ну, времени нет, на самом деле, сейчас. Зайти на каналы некоторые, где у них все красиво, все чистенько. Кухни беленькие. Там эти вот и подставки лежат. Я люблю такие смотреть каналы. Редко. Ну, я так никогда жить не буду. Потому что я не такая. Я не смогу жить вот так. Да, поэтому спасибо вам большое. Еще знаете, что я заметила? Нас смотрят очень красивые люди. Вот посмотрите, вот за это лето, да, вот сколько зрителей встречались, девушки такие. Мы в аквапарке были. В этот раз опять к нам подошла Юля, по-моему, ее зовут. Такие все красивые. Мне очень приятно, что вот и Наташа, она, мы в Армавире были. И приезжали к нам тоже Иван и, ой, простите, по-моему, Алина ее зовут. Вот вылетела из головы. И я вижу, вот, которые мне пишут зрители, например, там, ВК. И такие все люди приятные, такие симпатичные. Вот такие люди, они, конечно, оставляют очень хороший комментарий, понимающий, что мы обычные люди, обычные деревенские. Не стараемся, там, выпендриваться. Как жизнь идет, так и показываем. Да, Софийка пока такая. Там вырывает, но она все равно не жадная. Нет, она делится, но все равно, конечно, пока еще вот такой у нее характер. Да, Настя тоже у нас не золото. Ирина, она вот, знаете, Ирина такая она спокойная, такая, ну, она тянется к Насте, потому что они полная противоположность. Вот полная. Настя взрывная. Настя веселая. Сегодня, говорю, как начала там ротоподъем, Ирина смеется, хотя тоже, наверное, хотела поспать. Вот они совершенно разные, совершенно. Ну, их тянет друг к другу, потому что они разные. Вот, я думаю, из-за этого, что вот Ирина такая спокойная, а Настя такая, ей интересно с Настей. Вот. Еще раз спасибо вам большое за поддержку. Спасибо, что смотрите нас. Вот. А я буду лепить вареники, Вася уже год мне их просит. Типа нам даешь деньги, а у нас челлендж, помнишь? Мы приехали с девчонками в Ислабинск. Мне нужно в банк карту получить, девчонок подстричь, Томи купить каникалон. В идеале бы нам найти эти Зизи. В общем, попробуем сегодня сыр ее заплести вечером. Вот, первым делом идем в банк. У меня карта совсем размагничилась. Я заказала себе новую. Написано, что она уже в банке. Поэтому ее нужно... А карту надо заказывать? Конечно. Пойдем. На Валберисе или как? В каком Валберисе? Сбербанк. Не беги, пожалуйста. Тут везде машины ездят. В общем, все, получила карту. Сейчас пойдем в парикмахерскую. Тут где-то вот есть парикмахерская. Сходим. Заодно тут рядышком есть магазин с косметикой, я думаю. Там должно быть для волос. Прямо нам. Коляску только не взяли. Так бы можно было бы вообще возле банка оставить машину и пешком ходить. Но я не взяла коляску. В общем, я говорю, давайте всем каре подстригу, чтобы у мамы инсульт случился. Не, не надо. Сначала в парикмахерскую. Детям волосы подстричь. Пришли в парикмахерскую. Вон София. Тут ей столик порисовать. Рисовать будешь? Аккуратно. Тома первая села. Там можно сидеть на рыбок смотреть. Я третья. Ты последняя? Нет. Угу. У нее еще челочка, да? Да, челку не надо только нам трогать. Аккуратно. Они отращивают. Тома первая. Максимум. А тоником. Налеты они. Ты знаешь, что мое впечатление о местах? Потому что мне уже эта шкачка мешает. Сань. Сань, по-моему. София. Иди сюда. Да. Интересно тебе? Там маленькая. Ей даже сидушка не помогает. Вот. Она еще ногти делает. Тебе тоже посадили, да, Слав? Подстригаться? А? Нет, ты не будешь? Ты так красивая, да? Рыбки там плавают? Счастливая. Угу. Была бы их воля, они вообще по коры, да, подстриглись? Да. Ага. Тяжело. Маленькие не умеют ухаживать еще, как положено за волосами. Особенно вон Жене еле кое-как промываешь. Волос густой. Угу. 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 Теперь Саша. Угу. 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 Столько ты хотела там? Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok